Они знают где покупать. Сеть комиссионных магазинов Титан для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Налинском районе четырехлетняя девочка провалилась под лед и погибла. Ребенок выбежала на реку Медведка. Подробности этого происшествия, а также других наиболее важных за неделю в нашей рубрике «Сводка». 2 апреля в Налинском районе утонула четырехлетняя девочка. Ребенок выбежал на реку Медведка и провалился под тонкий лед. Спасти малышку не удалось, она погибла. После трагического случая Следственный комитет начал проводить проверку, устанавливают обсательства и причины произошедшего. 32-летний житель Юрьянского района Руслан Курочкин предстанет перед судом за то, что устроил смертельное ДТП. 28 августа прошлого года в Котельническом районе обвиняемый за рулем грузовика «Вольво» проезжал участок дороги под селом Вишкель. Мужчина изменил траекторию движения и выехал на обочину, где столкнулся с попутным мотоблоком с тележкой. В результате дорожно-транспортного происшествия 72-летний водитель мотоблока, а также его несовершеннолетняя внучка 12 лет погибли. Еще одному пассажиру самоходным устройством 49 лет причинен тяжкий вред здоровью. Погибли пенсионер, девочка 12 лет, а ее отец, 49-летний мужчина, получил тяжелые травмы. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы с обвинительным заключением направлены в Котельнический районный суд. Пенсионерку из Уржума осудили за убийство сожителя. 23 ноября прошлого года 66-летняя женщина отмечала свой день рождения. Во время пьяного застолья парочка поссорилась на почве ревности. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего сожителя. Тот скончался. Осознав, что произошло, пенсионерка вызвала медиков и полицию. Известно, что ранее она уже была осудима за убийство. Суд признал пожилую женщину виновной и назначил ей наказание 8 лет лишения свободы. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на стройке. 1 марта бригада каменщиков выполняла работы при строительстве жилого дома на улице Анжелия Михеева. На одного из рабочих опрокинулась пачка с кирпичами и прижала его к стене. В итоге мужчина получил травмы бедра, которые осложнились кровопотери. Каменщика госпитализировали. Следователи провели проверку и было установлено, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Не исключено, что были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается. Бывший сотрудник исправительной колонии Верхнекамского района предстанет перед судом за мелкое взяточничество. По версии следствия, 31-летний мужчина с конца 2018 года по март 2019 несколько раз проносил на территорию колонии деньги для двух осужденных. За это он получал от них взятки. Эти факты вскрылись при внутренней проверке. Сотрудника колонии в итоге уволили. В ходе следствия он признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Михаил Вагин, Алина Котрихова. Место происшествия. КОНЕЦ